Вас приветствует мир Tron & Liberty. Это мир огромен, многогранный и бесконечный. Это заключительный обзор данного ММО. ММО сделан для ПК. Тел считает, что ММО-РПГ для ПК должны быть не миром заранее придуманной истории, а поражать фантазию, где у каждого игрока будет выбор. Мы призываем игроков создавать собственную бесконечную историю, а не возвращаться в мир Тел, как будто вам задали домашнее задание. Именно такой тип ММО-РПГ для ПК мы намеревались создать. Взять за основу. Мы хотели создать многогранный живой мир, который постоянно изменялся. Погода в Тел это не просто визуальный эффект, а элемент, прямо или костяно влияющий на игровой процесс. Например, допустим, вы лицом к лицу силами противника. Обычно на пути между вами и врагом происходит ожесточенная битва. Однако, предположим, что идет дождь. Это изменение открывает новые стратегические возможности. Альтернативно, вы можете использовать сильный ветер, проникать на территорию противника возвышенностей. Вы также можете использовать мелкие возвышенности в своих интересах с оружием дальнего боя. Или использовать тень от затемнения солнца, луной, проникая незаметно в центр вражеской территории. Вы можете реагировать по-разному, в зависимости от изменения мира. Более того, игроки могут управлять погодными явлениями. Другими словами, вы не только сможете использовать разные погодные условия, но и сами станете погодой в этой игре. В мире Тел происходят неожиданные встречи. Даже когда вы не в бою, вы сможете найти сокровища внутри внезапно появившейся разлома в пространстве и времени. Прийти на помощь новичку. Или даже встретить летающего кита, пересекающего разрушенную стену замка. Если вам повезет, вы даже сможете встать на спину кита и полюбоваться красотой этого мира. Кит вас унесет в неизвестную страну за морем. Изменение климата, времени добавляет этому миру некой красоты, внутреннего удовлетворения. Вы можете наблюдать за изменением флоры и фауны, в зависимости от погоды, или восхищаться прекрасным восходом солнца. Когда закончится ночь? Это некоторые из волшебных явлений, которые могут открыть чудесные приключения, выходящие за рамки вашего основного квеста. Конечно, даже в мире постоянных перемен необходимы правила. Время в этом мире организовано в серию регулярных событий. Региональные события, такие как охотничьи соревнования, происходят по всему региону. А боссы локаций, из которых выпадают особые предметы, появляются в соответствии с установленным графиком. Информация о мероприятиях доводится до всех беспристрастно. Один игровой день состоит из 2 часов 30 минут ночи. Даже если вы будете ходить в игру в одно и то же время, вы будете видеть разные погодные условия. Изменения дня и ночи. Изменения в мире Телл заставляют подстраиваться. А также правила, позволяющие игрокам выбирать стратегию. Волнение, которое человек испытает, сталкиваясь с изменением мира, подчиняющимся правилам, это идеальное воплощение нашего мира. Теперь, когда мы подготовили почву для нашего приключения, давайте начнем играть. Это мой персонаж. Обычно я предпочитаю создавать сильных, влиятельных персонажей. Я выбрал меч, так как мне нравится ощущение тяжелого оружия. На первый взгляд, вы можете посмотреть на моего персонажа и подумать, что он воин или рыцарь. Но в Телл нет классов, и вы можете свободно использовать любое оружие, какое захотите. И не волнуйтесь, какой бы показатель вы не повысили, атака вашего оружия все равно увеличится. В зависимости от оружия, свободно превращается из мастера меча волшебника, лучника или даже вора. Мы не хотели, чтобы роль персонажа была ограничена. Мы надеемся, что игроки будут использовать различное оружие и создавать свой собственный стиль игры. Теперь давайте возьмем меч и отправимся в поле. Я могу притягивать врагов близко и отталкивать их. Это оружие предлагает очень универсальный набор навыков. Похоже, я еще недостаточно силен для этой локации. В этот момент я переключаюсь на палочку и исцеляю себя. Охота теперь стала гораздо более эффективной. Это ядро боевых классов системы ТЛ. Комбинация оружия. В ТЛ вы можете экипировать два оружия одновременно и без промедления активировать каждое из их навыков. Другими словами, вы можете создавать свои собственные комбинации на основе выбранного вами оружия. Давайте посмотрим на пример. В этом PvP-сражении я одержал верх, а мой противник попытался убежать. С помощью моего длинного лука я могу активировать удержание, не давая противнику двигаться, а затем прикончить их своим двуручным мечом. Если это сильный противник, я могу телепортироваться с помощью посоха, чтобы увеличить расстояние между нами, а затем бросить кинжал во врага, чтобы уменьшить его скорость передвижения. Уникальная боевая система ТЛ проявляется в своих видах оружия, каждая из которых демонстрирует четкую концепцию. Танк, который защищает себя и своих союзников, отражая атаки противника своим мечом и щитом. Длинный меч, который за счет мобильности наносит очень большой урон врагам. Убийцы, которые используют скрытность и скорость, и накладывают эффект контроля с помощью своих кинжалов, обладающие самой высокой скоростью атак и высокой полезностью благодаря арбалету, наносящий урон на дальних дистанциях, который может без проблем атаковать издалека, используя свой длинный лук. Мах, который может наносить огромный урон нескольким целям с помощью своего посоха. Целитель, который помогает союзникам выживать в бою с помощью жезла и фолианта. Эти оружия теоретически можно объединять для создания 20-ти уникальной игры класса. Самое интересное заключается в развитии собственной боевой механики объединения этих навыков. Те, кто хорошо разберется в игре, заметят, что смена и комбинация оружия были разработаны для поощрения разнообразия оружия. В зависимости от комбинации оружия вы можете получить преимущество в бою. Однако, само собой, игроки могут столкнуться с трудностями, когда дело доходит до роста оружия. Чтобы решить эту проблему, мы подготовили безопасную систему зачарования. Вы должны будете улучшить свои навыки и оружие, чтобы они стали сильнее. Но неудачи не будет. Все чары суммируются, и уровень никогда не упадет. И в результате ваше оружие не сломается. Кроме того, чтобы стимулировать игроков свободно переключаться или обмениваться оружием, позволяющие переносить уровни зачарования на снаряжение такого же класса. И они смогут выбрать из множества видов оружия в зависимости от ситуации и контента. Комбинация оружия полезна в одиночных сражениях, но особенно они хороши в групповом бою. ТЛ вы можете создавать типичную формацию дамагера и целителя для ММО РПГ. Но вы также можете создавать более стратегические формации. ТЛ танк может стать наносящим урон. А наносящий урон в одно мгновение станет целителем. Вы столкнетесь с кризисной ситуацией, ваша группа может измениться на формацию танка и целителя. Если вам нужно быстро прорваться, вы также можете перестроиться с упором на урон. Лучшее место для игрового процесса в компании – это подземелья. На полях ТЛ есть подземелья, где вы встретите более сильных врагов и лучшие награды. Полевые подземелья имеют два отличия. Во-первых, цельные подземелья, в которых игровой процесс продолжается без загрузочных экранов при входе. Во-вторых, условия входа в эти подземелья не ограничены уровнем. В зависимости от факторов окружающей среды, таких как дождь или время, приход ночи. Другими словами, низкий уровень персонажа не заблокирует доступ к подземельям. Вместо высокого уровня вам понадобится кампания для продвижения в глубины штольни. Невозможно зачистить в одиночку. И для достижения своих целей вам понадобится поддержка членов вашей группы. Некоторым из вас, возможно, не испытывают особого энтузиазма по поводу открытых подземельей. Некоторым они нравятся из-за их ограничений. Для таких игроков я рекомендую групповые подземелья. Наслаждайтесь уникальной кооперативной игрой MMORPG, в которых элитные группы работают на пределе своих возможностей, бросая вызов самим себе подземелья со своими уникальными механиками. Вот почему мы так много внимания уделяем планированию и размещению наших подземельей. Отношения в MMORPG подобны драмам, в которых сочетаются конкуренция и сотрудничество. Что по мере того, как вы углубитесь в игру, надеемся построить великое сообщество, которое выйдет за рамки просто по тем. Гильдии — это последняя эволюционная форма совместного контента, которую предлагает ТЛ. И гильдии станут неотъемлемой частью того, как вы впишетесь в мир ТЛ. Каждый игрок гильдии вносит свой вклад в развитие гильдии. Рост гильдии и личностный рост дарует награды. По мере роста вашей гильдии будет открыт контент, который влияет на рост персонажа. Ярким примером являются рейды гильдии. Рейды гильдии — это рейды на боссов, в которых будет участвовать только ваша гильдия. Рейды гильдии обеспечивают рост персонажа и ресурсы, в отличие от рейдов полевых боссов в открытом поле и жесткой конкуренции, которые доступны всем. В то же время боссы гильдии будут сложнее по сравнению с полевыми, что позволяет вам ощутить радость успеха, работая союзниками и проверяя свои пределы. По мере роста гильдии, игроки будут получать больше впечатлений и эмоций. Показательный пример. Осады в ТЛ — это кульминация наших технологических разработок. Мы преодолели множество трудностей, чтобы достичь того, что имеем сегодня. Тот факт, что наши сервера остаются стабильными, а тысячи пользователей подключаются сотни раз, позволяют нам предоставить вам революционную осаду, в которой игроки могут превращаться в големов. В результате осада является гораздо более стратегической, а не просто стенкой на стенку. Такие элементы, как легендарные големы, дают несколько точек для атаки плюс меняющаяся среда. Делают осаду в ТЛ еще более динамичной. Фактически, доставка налогов принесет еще больше эмоций и впечатлений от боевых стычек. Гильдия, победившая в осаде, должна вызвать голема для перевозки налогов, собранных в каждой деревне. Естественно, вражеские гильдии соберутся вместе, чтобы украсть эти налоги. В отличие от осадной войны, действия, которые происходят в замке, то тут вы встретите врагов в каньонах, равнинах, что приведет к гораздо более напряженных боях, без защитных преимуществ крепости. Видите, столкновение големов из двух разных фракций. В ТЛ также есть враг, который сильнее обычных простых боссов. Это враг архибосс. Победа над таким боссом потребует еще больше усилий и координации между игроками, чем осадом. Несмотря на преимущественное объединение вашего альянса, есть шанс атаки противоположной гильдии. Будьте бдительны и помогайте союзникам. Единство в этой игре — это все. Одна из ключевых характеристик масштабных Raid of Tale. Если вы зашли так далеко, возможно, вам станет интересно, нужно ли вам это PvP-сражение ради своей гильдии. Конечно. Большая часть контента гильдии разработана с учетом PvP-сражений. Мы надеемся, что характеристики гильдий будут меняться от стиля игры. Если вы хотите более мирного игрового процесса единомышленниками, вам не нужно ни с кем воевать. Участвовать в осадах, ходить на полевых боссов. Выполняя квесты охоты на монстров, будет достаточно для роста гильдий и вас. При запуске ТЭЛ будет представлено два региона. Вы сможете исследовать 19 территорий, 8 городов и 6 подземелий. Мы много запланировали, чтобы ваши приключения продолжались беспрерывно. В дальнейшем мы добавим еще больше контента, чтобы вы ощущали новые впечатления от ТЭЛ. Теперь задаваемые вопросы. Будет ли донат в игре? Во-первых, два элемента пропуска. Один элемент зависит от роста вашего персонажа, и боевой пропуск, позволяющий выполнять миссии каждые 4 недели. Вы можете получить бесплатный пропуск в качестве базовой награды, но покупая пропуск, даст вам дополнительные награды. В основном состоит из внешек и материалов, способствующих росту, но они не будут сильно влиять на баланс игры. Особенности платного пропуска. Если его завершите, там еще будут плюшки. Чем больше вы играете, тем лучше. Во-вторых, это косметические предметы вашего костюма внешнего вида. В-третьих, это торговля через торговую площадку внутри игры при помощи монет Луцент. Четвертая модель – это помощники и морфы. Второй вопрос. Можно ли получить помощников и морфов без доната? Амитаис – помощники. Помогают вас лечить и собирать добычу с поля. А морфы – это превращение. То есть они будут отличаться только эстетически от без донатных. Также с помощниками будут колы. Их полностью можно собрать без доната. Еще говорил, что не будет автоохоты. Все-таки таргетная система. И достичь максимальный левел можно, играя всего 2 часа в день месяц. Новый контент будет добавляться по мере потребления. Примерно один раз в квартал. Там еще много чего было сказано. У меня сложилось двоякое чувство с батл пассом. Так как они показали за точку оружие, которое передается. Я уверен, в платном батл пассе будет доп. точки. Чет тип того, которые потихоньку сделают разрыв между игроками. Но это мои догадки. Это PvP-PVE система, где говорят, хочешь PvP – воюй, хочешь PvE. Но разрыва между игроками не будет большого. Хоть ты PvP, хоть ты PvE. И показатель, какой хочешь, повышай. Какое хочешь, оружие носи. Что за бред? Очень много вопросов. Жду выход ТЛ. Также сейчас идет перед регистрацией. И чтобы ее сделать, нужен корейский номер. А там неплохие плюшки. Как по мне. Ладно, посмотрим. Не хочу ничего загадывать, не поиграв в ТЛ. С вами был дядюшка Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok